Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Такой чарт вы тоже можете поставить себе на телевизоре. Цена биткоина 67 600 долларов. Биткоин заходил на 72 000, нарисовал там двойную вершину, опускался на 53 000 и затем развернулся. Индекс страха и жадности 71. Ставка финансирования чуток опустилась. Это хорошо. Это мы смотрим на часовой таймфрейм по биткоину. И последние несколько дней биткоин идет вверх, с хорошими торговыми объемами. И на часовом таймфрейме мы видим двойную вершину. В этом видео сделаем технический анализ биткоина. Также пишите в комментариях, что еще мне проанализировать. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Мой торговый баланс на Bybit растет. И Тесла снова растет, ребята. 5% поздравляю всех, кто покупал Теслу вместе со мной. Я уже заработал 80% прибыли на Тесла. Сегодня выходит финансовый отчет. 23 июля. Сегодня. Ожидаемая оценка 0,61 и 24 миллиарда прибыли. Сегодня выйдет отчет. Ну давайте посмотрим, на что мы посмотрим. Я покажу, что у нас было. У нас была перевернутая голова и плечи на Тесла. Это бычий паттерн, который я отработал. Затем был нисходящий клин. Внутри давление-давление, выходим вверх. И эти два паттерна, они находятся внутри более крупного паттерна. Это большой симметричный треугольник. Внутри создается давление-давление. И выходим вверх. И расстояние можем измерить по основанию. Поэтому цель у меня на Тесла 576 долларов. Тесла уже пробила эту трендовую линию. Но теперь все зависит от отчета о прибыли. Отработает фигура или не отработает. Если прибыль будет меньше ожидаемой, то тогда, вероятно, вниз пойдем. На 200 долларов. И уже от этого уровня будем разворачиваться. А теперь переходим на биткоин. Смотрим на недельный таймфрейм. Каждая свеча одна неделя. Прошлая неделя закрылась хорошей зеленой свечой. И хорошими торговыми объемами. Стохастик направлен вверх. Криптогуру-бот, которого вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале 23-го года. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на покупку. Этого бота тоже можете получить на моих курсах. На самом деле дал сигнал на покупку перед тем ростом биткоина. Да посмотрите. Уже дал сигнал на покупку на недельном. Откроем теперь дневной таймфрейм. Растет биткоин. Идет к моей цели, которую я ставил по первой волне эллиота. Это 72 тысячи долларов. Но хотя стахастик находится в перекупленности. Еще и двойная вершина. Цена-то биткоина растет, но стахастик в перекупленности. Однако же биткоин в первой волне эллиота. И если вы посмотрите на предыдущие волны эллиота, которые я проставлял. Вот, например, здесь они были. Первый импульс – коррекция. Второй импульс – самый большой. Затем снова коррекция. Финальная волна. И коррекция ABC. Теперь все это закончилось, и мы начали следующие волны эллиота. И биткоин находится в первой волне. Посмотрим, как далеко он зайдет. Но, на мой взгляд, мы идем на 72 тысячи. Затем будет коррекция. На 67 тысяч. И затем начнется следующий импульс. Я бы заходил в биткоин на уровне поддержки. А всегда нужно так торговать. Не нужно покупать на хаях. Нужно подбирать на поддержке. Поэтому зайти можно было бы на 64498. 100 плюс 63. 842. И тейк профит на 88 тысяч. Риск 656 долларов. Заработать можно 26500. Это в расчете на один биткоин без плеча. С десятым плечом вы заработаете 265 тысяч долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине. Ну и там дальше волны эллиота. Первый импульс – коррекция. Второй импульс – он будет самый большой. И что еще важного можно отметить на дневном таймфрейме. Вот так, если посмотреть, то мы увидим гигантский бычий флаг. И если эта фигура отработает, то тогда мы можем измерить расстояние, которое пройдет биткоин. Измерить по высоте флагштока. Вот это расстояние. Подождите, что-то. Не могу подхватить эту линию. Сейчас попробую перенести. Вот это расстояние. И это приведет биткоин… Да что ж за херня-то. Это из-за того, что волны эллиота проставлены и мешают подхватить эту линию. Если биткоин выйдет из этого бычьего флага, на 105 тысяч долларов уйдет тогда. 105 тысяч – прекрасно. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине. Цена входа 64,498. Стоп лосс на 63,842. И тейк профит на 88. И пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Вот она ссылочка, регистрируйтесь именно по ней. Также можно торговать на BingEx, на Binance. Затем пройдите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. Если вы начинаете торговать, но не прошли мои курсы, вы просто покупаете наугад, что попало. Может быть, ориентируйтесь там на название. Покупаете, а затем молитесь. Слезы льете, если цена пошла против вас. Легко это решить. Пройдите мои курсы по криптотрейдингу, и вы будете все понимать. Где покупать, как покупать, когда продавать и так далее. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. Посмотрим теперь на мой торговый аккаунт. 600 тысяч 400 долларов на балансе, а вчера было 611 тысяч. Неделю назад было 593 тысячи, то есть это плюс 7 тысяч долларов. Сделочка по биткоину у меня в плюсе на 37 тысяч 400 долларов, плюс 92 процента. Размер позиции 267 тысяч долларов. И 37 тысяч 400 долларов прибыли по этой сделке. 600 тысяч 500 долларов на балансе. Я держу MCRT на 14 процентов. USDT 37 процентов. Биткоин 17, доги 10, юни 9. Ворлдкоин 8 и покет 1,8 процента. Теперь давайте посмотрим в комментариях, кто что просил проанализировать. Не забывайте, кстати, присоединиться к моему телеграмму. На ETF BlackRock вчера был приток 523 миллиона долларов. Двойное дно. Консолидация. Трейдеры делятся торговыми идеями. Комиссия по ценным бумагам официально одобрила эфириум ETF. Торги начнутся завтра. Ребята, важная новость. Поэтому тоже присоединяйтесь и принимайте во всем этом участие. Ну а теперь давайте почитаем комментарии, которые были под вчерашним видео. Я из Парижа. Прекрасно. Пепе Понке Турбо. Может быть проанализирую. Гана. Порекомендую, где покупать акции типа Теслы. Для европейцев. Привет тебе из Литвы. Лучшая платформа для европейцев это Interactive Brokers. Сделай, пожалуйста, тихоанализ ICP. Что так много спрашивают про ICP? Джеймс, ты лучший. Любой, кто верит в то, что Дональд Трамп принесет какую-то пользу крипте, он просто тупой. Нет, Трамп говорит, что он топит за биткоин. Снова тут просьба сделать тихоанализ на ICP. Давайте тогда сделаем тихоанализ, если уже столько запросов. Затем посмотрим на Доджкоин. Потому что я собирался сегодня посмотреть и на Доджкоин тоже. ICP, на Bybit. Ну а посмотрите, как вырос от самого дна, если протянуть, с 5 июля. То это плюс 76%. Но посмотрите, где находится основная поддержка. Многих, конечно, прокинуло ICP на предыдущем росте. Так поднимался и затем рухнул. Посмотрите, поднимался на... Конечно, если вы продали в марте, когда я говорил, то тогда все нормально. Но так-то поднимался на 20 долларов. И затем опустился на 5 долларов. Ну и теперь уже отскочил на 10. Неплохо выглядит. Объемы хорошие. Стохастик идет вверх. Но это на недельке. А на дневном, что в перекупленности. Если вы хотите зайти в лонг, то я бы заходил от уровня поддержки. Вот здесь, на ICP. Если заходить, то от этого уровня. Я так думаю, здесь. И там тянем тейк профит. На 5.60. Вообще безопасный вариант взять. А также можно подобрать на 7.30. Вот две такие торговые идеи на ICP. И соотношение риск-прибыль 32.22. Цена входа 7.34. 100 плюс на 6.90. И теперь давайте посмотрим еще на доджкоин. 13 центов. Вышел из этого большого нисходящего треугольника. Может, конечно, пойти еще на ретест, как это обычно происходит. И затем уже оттолкнется на хороших торговых объемах. Прекрасно. А еще я хотел посмотреть на... А, давайте на Юнисвап. Юнисвап у меня тоже много. Юнисвап подошел на поддержку. Стартует ETF на эфире. Это будет интересно. Как-то повлияет или нет. Ну, а здесь на графике мы видим что-то вроде восходящий клин. Восходящий канал. Но, когда запустится эфириум ETF... Кстати, давайте посмотрим на эфириум, чтобы два раза не вставать. Потому что завтра стартует ETF на эфире. 3.446 текущая цена. Хорошо оттолкнулся от 2.900, да? Смотрите. Вверх пролетел. И это означает, что можно будет начинать новые волны лета. После запуска ETF. Поэтому, если хотите зайти в лонг на эфире, то вот хороший уровень зайти это. 3.346. В расчете на рост. Посмотрим, самому интересно. Помпанет ли эфир на запуске эфириум ETF. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было для вас полезно. Пишите в комментариях. Задавайте вопросы. Пишите, какую монету мне проанализировать. Как давно вы меня смотрите. Сколько вы заработали. Всех люблю, обнимаю. А, кстати, присоединяйтесь к телеграмму. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.